Добрый день, как вы видите, мы сейчас находимся на выезде из Роздольного до Истерегущего Сразу нужно сказать, что дороги в 22-м году сделали заново, переложили полотно И мы сейчас наслаждаемся этой дорогой И если говорят, что на каких-то западных автобанах можно поставить стакан с водой И он не разольется во время дороги на столько хорошее дорожное полотно То я думаю, что можно то же самое сказать и о нашей дороге Роздольное, стерегущее И не только В 22-м году вообще повсеместно дороги в Крыму делались И делались очень хорошо и качественно В чем мы сейчас можем с вами убедиться Проведя простой пример Никогда его не проводил раньше, сразу говорю вам Но вот ради нашего, значит, вот такого небольшого опыта Решил его провести Поэтому налил стакан обычной воды И поставлю ее на панель Не самую ровную панель, надо сказать, нашей машины Что ж, посмотрим Так он и будет стоять до самого стерегущего Посмотрим, насколько нам удастся доехать С неразлитым стаканом Итак, друзья, мы подъезжаем к Кукушкиной Как видите, со стаканом нашим, с водой ничего не случилось Он по-прежнему стоит на своем месте Чуть-чуть вода в нем колышется И более ничего Да, возможно, происходит еще один процесс Вода нагревается Потому что у нас сегодня жарко Вот, и больше ничего Больше пока все стоит ровно, аккуратно А мы едем и смотрим, какие не только дороги, но и остановки Вот, посмотрите, предположим, какая остановка у Кукушки Теперь бордюры сделали, чтобы люди не ходили в неположенном месте Все это прошло в прошлом году Сейчас у нас 23-й год Июнь месяц Вот, и вот, что мы можем увидеть Мы едем вот таким вот у нас дороги Понятное дело, я не буду показывать вам весь путь Буду его делать нарезками Потому что бессмысленно везти вас по всей этой дороге Но, поверьте мне, стакан как стоял, так и будет стоять До самого нашего стерегущего Мы уже подъезжаем к следующему пункту Населенному по дороге с раздольного стерегущей Это Славянская Вот, обратите внимание, какие развязки сделаем Сейчас мы подъезжаем Тоже обратите внимание, везде остановки, везде пешеходные переходы Совсем все было по-другому год назад А сейчас вот как изменилось И вот мы подъезжаем к стерегущему Как видите, наш стакан с водой благополучно чувствует себя на торпеде А мы подъезжаем по нашей прекрасной дороге Обочины отсыпаны Везде зелень подстрижена Все прекрасно Остается только наслаждаться этой дорогой Значит, хочу сразу предупредить Что сейчас мы свернем с главной дороги Поэтому я стакан наш вынужден буду убрать Пока хорошие у нас только центральные дороги Но, надеюсь, скоро будут и все абсолютно в прекрасном состоянии И мы с вами об этом тоже как-то постараемся убедиться А сейчас мы подъезжаем к детской площадке Кстати, детских площадок в стерегущем теперь две Одна на въезде Вот, я не совсем, наверное, сфокусировался на ней Но, тем не менее, я думаю, вы ее видели в кадре И вторая Здесь можно позаниматься и спортом И детям будет чем заняться, чем увлечь себя Вот наш следующий поворот на второстепенную дорогу На дорогу непосредственно Внутреннюю дорогу поселка стерегущего И вот мы по ней сейчас едем Делаем небольшой краткий обзор вам Что и как Ну, здесь практически с прошлого года ничего не изменилось И сейчас мы подъедем к двум коттеджам Которые предлагаются на нашем канале в аренду Это находятся они на Руденко 20А и 20Б Вот, и сейчас мы подъедем прям к ним Это будет такой краткий обзор Непосредственно придомовой территории Потом с вами посмотрим спуск к морю И по дороге на самую достопримечательность Стерегущего Бакальскую косу Мы еще мельком просмотрим снаружи Еще одно предложение в аренду коттеджа Мы с вами подъехали к двум коттеджам Которые располагаются на улице Руденко 20А и 20Б И сделаем краткий обзор Внутренней территории Внутри Внутри перед вами сейчас коттедж 33 квадратных метра он достаточно комфортный для проживания семьи не более трех человек сдается он как посуточно так и до долгосрочной более подробное описание внутренний интерьер вы можете видеть на нашем канале в коттедже по адресу руденко 20 сдаются комнаты со всеми удобствами и с отдельным входом подробное описание внутренний интерьер вы можете также увидеть на нашем канале двор достаточно большой для стоянки шести машин территория у двух коттеджей общее хозяин у них один поэтому никаких вопросов в плане того чей лишний квадратный метр ни у кого не возникает сейчас мы с вами передвигаемся в сторону террасы которая выходит прям своим открытым видом на море бескрайний горизонт и каркиницкий залив черного моря перед вами сейчас закаты прекрасно видно отсюда очень красивые получается фотографии на фоне заката именно с этой террасы слева мы можем увидеть бокальскую косу нашу знаменитую на которой мы сейчас с вами как раз и поедем она далеке виднеется сейчас мы поедем не смотреть более подробно сразу хочу сказать что всем кому интересен наш канал кто хочет узнать о крыме предложениях в аренду где можно остановиться путешественникам отдыхающим или просто людям которые приезжают в командировку или еще по иным каким делам в крым чтобы они знали где можно остановиться комфортом без лишних переплат пожалуйста подписывайтесь на канал вы всегда будете в курсе в курсе всех наших последних событиях все акции все скидки будут вам сразу доступны и вы будете о них первым нужно ставьте лайки пишите комментарии всем будем рады всем всегда ответим морю буквально десяти шагах сейчас мы с вами пройдемся вот поворот направо и ведет собственно нас к морю для которого не больше ста метров полностью мы проходить этот путь не будем краткий обзорчик сделан вот он хорошую дорогу который прям приводит к пляжу стерегущего также на нашем канале есть подробный обзор коттеджи стерегущим по адресу рубенко 21 который вот собственно сейчас краткий обзор снаружи я вам покажу он находится рядом также прямо от спуска к морю с другой стороны чем два предыдущих коттеджа так что до моря здесь в общем-то рукой подать это выезд на трассу по которому сейчас с вами по теперь мы направляемся в сторону наши знаменитой бокальской косы если говорить о бокальской косе да за последние годы и и к сожалению размыла теперь она разделилась на две части и кто следит за судьбой и и наверняка знают что процесс размыва не останавливается не останавливается он продолжается но насколько нам известно власти уже об этом знают и собираются предпринимать меры чтобы в дальнейшем размыв косы не происходил в прошлом году прошлом году асфальтную дорогу сделали также до самого конца косы вот мы сейчас с вами проезжаем стерегущие как вы видите тоже везде пешеходные переходы везде мы видим знаки везде мы видим ограждение которые не позволяют нерадимым гражданам переходить в неположенном месте дорогу вот у нас тоже развязка какая новая приятная вот и сейчас мы едем в сторону бокальской косы кто был раньше на косе знают что раньше вела дорога грунтовая она была достаточно достаточно неприятная для проезда и пыль и тряска бесконечная и камушки которые летят конечно же в лобовое стекло совсем другое дело сейчас мы с вами продолжаем движение в сторону в сторону самого конца косы и вот мы видим уже долгожданное место парковки и как вы смогли сами убедиться все восемь километров косы прекрасной асфальтной дороги которые к тому же еще как видите еще и рабочину и чистят и благоустраивают дальше сегодня у нас вторник народа отдыхающих немного на пляже ну и время надо сказать что самое жаркое сейчас 13 часов вот так вот выглядит наша теперь коса и и непосредственная конечность дальше уже ехать нельзя здесь мы можем оставить машину и прогуляться пешком посмотреть какое море нас как известно на банкарской косе с одной стороны всегда волны с другой стороны стежки сейчас я вам наглядно покажу это буквально за каких-то 20-30 секунд вы можете перебежать с одной стороны на другую и понять что море тоже может быть разным мы с вами дошли почти до конца косы почти почему я так говорю потому что как мы видим готовится очередная промойна и тот дальний остров который вы видите скорее всего скоро получит еще одного одного своего собрата и вот друзья мы с вами добрались до конца косы вокальской косы 2023 года почему именно так я уточняю потому что в 24 году возможно она несколько уменьшится еще хотя может быть наши власти предпримут какие-то меры и все это образуется вот смотрите это такой своеобразный мыс гор на миниатюре младший брат или даже дальний родственник мыса горна где все течения обретают особенную силу где ветер дует гораздо более серьезнее чем других местах и где любой мореплаватель и плавец имеет все шансы потерпеть крушение посмотрите как волны встречаются друг с другом как они борются за свое право быть первыми в этом в этом мире вдалеке мы можем увидеть остров который образовался уже достаточно давно и теперь на него даже совершается экскурсия экскурсия на лодках туда можно проехать посмотреть и почувствовать себя настоящим робинзо сегодня на бокальской косе много рыбаков гораздо больше чем купающих но ближе к вечеру люди после рабочего дня обязательно сюда приедут а суббота воскресенье здесь просто народу очень много много времени и при этом и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...